Всем привет дорогие друзья! Значит у меня на рынке, конечно же на каждом, если я говорю про рынок у дома или рынок, на котором я покупаю основные овощи, фрукты, мясо и всевозможные бакалеи, всегда есть продавцы, которых я лично знаю, с которыми общаюсь уже много лет, мы делимся какими-то разными лайфхаками, еще чем-то какие-то. Я узнаю о том, как правильно обращаться с овощами или как выбирать тот или иной фрукт. Кстати, мы еще до карантина сняли несколько видеороликов с рынка, так что они будут, ну правда, чуть позже. Так вот, у меня есть один товарищ, у которого я покупаю очень вкусные и классные помидоры, его зовут Азар. И значит, что-то мы разговаривали про огурцы, я говорю, мне больше нравятся огурцы вот такие вот, белая дача, да, они более водянистые, более сочные и меня устраивают по своей органолептике, аромату и всему прочему больше, чем какие-то короткоплодные, более плотные огурцы. В споре про огурцы, ну и даже это было не спор, а просто некое взаимодействие, я говорю, мне нравятся эти. Он говорит, мне они тоже нравятся, я говорю, потому что, когда ты их быстро по соло делаешь, они получаются очень, как бы сказать, более хрустящие, что ли, или более водянистые. То есть, я огурец люблю за его воду, а не за его плотность. Он мне говорит, я тоже люблю вот эти вот водянистые, я их, значит, подсаливаю, тоже быстрого по соло делаю. Ну как быстрого? Он говорит, я двое суток делаю. Я их делаю вместе с цветной капустой. Да ладно, ну-ка расскажи. Он мне говорит, капусту, огурцы, чеснок, укроп и, соответственно, все это два дня и потом ем. Ем не останавливаясь, потому что вот пока я, говорит, беру большой качан капусты цветной, несколько огурцов, ну примерно там огурцов чуть меньше, чем капусты или наоборот чуть больше, в зависимости от пожилания. И все это, говорит, ем не переставая. У меня люди, кто приходят, ну, говорят, мои друзья там пробуют и говорят, вау, вот. Я поэтому сегодня, я никогда такого рецепта не делал. Но я решил, что непременно это должен быть какой-то такой вкусный салат. Наверное, назову его салат, потому что это все-таки состоящий из овощей, из нескольких видов овощей блюдо, которое делается очень просто. То есть, всего-навсего нужно там 5 минут. И то эти 5 минут мы должны потратить на то, чтобы очистить, зачистить и привести в порядок наши овощи. Поэтому назовем его Азар-салат. Довольно крупными, вот такими вот кусочками. Я просто хочу, чтобы сам салат в итоге получился не через двое суток, как делает его Азар, а через 2 часа. То есть, сократим его там в 10 раз примерно. Скорость увеличим. Все это скидываем вот сюда. Вы можете резать еще мельче. Еще мельче можно резать. Три таких средних огурца приличных. Сюда мы добавляем... Я на рынке купил зеленый базилик. И поэтому я прям все вот эти стебельки обрезаю. Стебли зеленого базилика, как правило, никуда не идут. Но имеют очень яркий аромат. Я прям отрезал ножки. И, соответственно, вот мне нужно порезать их как-то так, помельче, чтобы все, так сказать, вот эти вот перепоночки, молекулы, листочки какие-то, которые вам не нужно, все сюда. Мы стебелечки режем, чтобы нарушить все эти молекулярные ароматические вещества, чтобы они вышли и далее пусть это все уже взаимодействует. Теперь нужно разобрать на соцветие капусту. Эта капуста сырая, свежая, не обваренная, не обжаренная, не паренная, никакая. Просто свежая капуста. Никакая. А какую вы взяли капусту? Берите никакую. Что делаем с кочерыжкой? Кочерыжка всегда такая вещь. Те огрызки, которые у вас есть за какой-то промежуток времени, собирайте, кладите в пакет. Долго не держите, потому что они испортятся, потому что здесь все ножом порезано, все окисляется с воздухом, начнется гниение. В течение двух-трех суток собираете всю эту шнягу, режете. Можете обжечь, можете не обжигать. Варите овощной бульон. Овощные бульоны хороши, если вдруг вы пост держите, если вы вегетарианец. Если вы, например, хотите отойти и сделать какой-нибудь разгрузочный день, сделать супчик на овощном бульоне для своих бабушек, дедушек, если вдруг у них какие-то есть ограничения по каким-то вещам. Ну, то есть, вот эту штуку можно выкинуть в мусор, можно из этого сварить бульон или насытить этим бульоном потом кашу, крупы, гарнир из картошки и там, ну, из чего угодно, в общем, на ваше усмотрение. Сами соцветия не должны быть крупными, они должны быть мелкими. Поэтому, если у вас какие-то соцветия оказались крупными, придется с ними что-то делать. Чаще всего я подрезаю ножку, а потом беру и разламываю на две части. Ну, потому что, если мы будем резать так прям, тогда у нас будет очень много крошки, которая тоже могла бы быть частью этого блюда. В общем, все нужно обрезать как можно более мелкими соцветиями. Потому что мы же понимаем, что у капусты довольно плотная структура, тем более у цветной. И если у вас будут крупные кусочки, они просто за два часа не просолятся, не промаринуются. И тогда придется их держать все-таки двое суток, как говорит Азар. А я хочу, чтобы это было быстрее. Значит, кочерыжки тоже можно сюда добавить. Потому что та основная кочерыжка имеет жесткую кожицу, то вот эти вот кочерыжки, они прекрасно просолятся и, в принципе, только в любом случае нужно, чтобы это все было мелко, чтобы просолилось. Конечно, сейчас многие смотрят такие и думают, там, помимо того, что у шеф-повара собачка, наверное, питается, как сам шеф-повар. Тут еще и типа, а что это кочерыжки собачки? У многих там буханку хлеба кинул, а помоями залил, как он, брат Андрей наш в Омске. Есть отдельная ведерко для собачек. Туда скидывается все, что съедобно, кроме шкурок, от яиц, луковой шелухи, всего прочего. Остатки костей, остатки хлеба, крошки, все, чтобы были какие-то ошметки от сала, мясо сырое, вареное, любое. Потом это на печку ставится, все подваривается, и собаки раз. А уж у городских жителей, да, там собачки все, там, типа, комо, печеночку. У меня папа, значит, царство ему небесное, рассказывал в юности, говорит, в моей юности мне рассказывал историю, как он работал председателем Совета по туризму Красноярского края, наверное, в то время. Ну, в общем, в советские времена не так просто было с продуктами. И он говорит, одна моя знакомая, директриса, попросила приглядеть за котом. Поехала сама куда-то, типа, в Геленджик, говорит, пригляди за котом. Я приехал к ней, посмотрел на кота, такого буржуйского вида, такого. И, значит, она и говорит, для кота в морозилочке у меня лежат в пакетике вырезка нарезанная, говяжья. Ты вырезку в водичку бросай, щепотку соли добавляй, две минуты вари, не больше. Потом ее доставай, помельче режь, коту накладывай, чуть-чуть бульончика добавляй и пусть он ест. И он говорит, ну, у нас дома не очень было так это. Я, говорит, приеду с работы набегавшийся, голодный, смотрю на это все, думаю, кот вырезку жрет, вот зараза. А я что? Я себе вырезку поджарю, коту гречки запарил, пока там вырезку себе готовлю с лучком. За 30-40 минут гречка кипятка набирает и становится, он говорит, я туда масла чуть-чуть, чуть-чуть соли, перемешал гречку, насыпал коту, уехал. Приезжаю на следующий день, кот к гречке не прикоснулся. Он как бы офигел такой, типа, ты что, мужик, тебя прислали за мной смотреть, ты мне давай вырезку накладывай. Он сам жрет. На третий день кот стал есть гречку. Поэтому Алисе даем только соцветия. Чеснок. Чеснока нужно на такой тазик, вот на такой тазик чеснока нужно прилично. Во-первых, я думаю, что вот такой цельной головки должно хватить. Вы сильно там ее не пытаетесь что-то с ней сделать. У меня вот чеснок молодой. Я, так сказать, основные вещи все ненужные обрезал. Все остальное, попку вот эту в мусор. Ну, если вы уже варите бульон овощной, можно эту попку в овощную бульон. Значит, а весь остальной чеснок режем вместе с мягкими шкурками. Вот так вот. Всю эту чесночную, так сказать, не знаю, как это называется. Всю чесночную, короче, туда. Теперь укроп. Укроп, пучок, купил на рынке. И, значит, я всегда говорю так. Нужно резинку, которая связан пучок, повыше переставить. Там, где начинается уже листва. Сильно не затягивайте, а то иначе начнет листва портиться. Вот эту вещицу всю нужно прям с краю самого, помельче. Никуда не торопитесь, а то будет разлетаться по всей кухне укроп. Все, обрезали так, чтобы у нас только листья остались. Это все возвращаем там, где это было. Это все сюда. Значит, солите наугад. Когда пройдет какое-то время, обязательно попробуйте, что у вас получается. Если вдруг с овощами прокатывает такая вещь. Если вы понимаете, что огурцы, капуста или какие-то другие вещи чуть-чуть пересолены. Вот прям, знаете, бывает на грани. Вы понимаете, это они еще 5 часов лежат. Если они еще полежат ночь, то они будут вообще пересолены. Поэтому имеет смысл всегда чуть-чуть добавить воды. Холодной, фильтрованной. Добавляете, и у вас соль распределяется на объем воды. Ну, то есть, в овощах соли становится меньше. И я чуть было не забыл. Вообще, во всю эту прекрасную идиллию я еще собираюсь добавить помидоров черри. Помидоры черри плотные. Плотнее, чем большие, скажем, да, они на объем единицы, на сантиметр, так сказать, площади, плотность другая. Поэтому их можно использовать вот в такую быструю засолку. Но давайте солить будем в пакете сразу. Все сюда скидываем. Добавляем соли вот, ну, на свое усмотрение. Много тоже не добавляйте. Знаете, оно даже неплохо бывает, когда слегка подсоленное. И кажется, что оно недосолено. А в итоге, когда вы едите там пюрешку, картошечку, там гуляшек, не знаю, что там, бестроганов или просто жареную курицу, у вас там соли достаточно. И порой вот такого рода салат, он, знаете, такой, как будто бы вот ему и не надо много соли. Он освежающий больше. А с помидорами вот какая штука. Значит, помидоры нужно вот там, где плодоножка, вот там, где плодоножка, вот здесь. Просто отрезаем эти части, чтобы сюда соль попадала. Разрезать напополам на 3-4 части не надо, в кашу все превратится. И бросаем вот сюда. Вот оно. Делаем вот так. Все, в зависимости от того, сколько у вас томатов, томаты дадут свою кислоту, свой привкус, свою, как бы правильно сказать, свою нотку. О! Нотку свою прекрасную дадут. Значит, много я рекомендую не класть, потому что это все-таки, ну, не основной продукт. Будет много томата, даст много томатного сока. И это может перебить основной свежий вкус огурца и капусты. Поэтому не знаю, сколько здесь. А сколько у меня здесь было? 250 граммов. Ну, вот 200 граммов добавьте. Получается, где-то около килограмма капусты, полкило огурцов и грамм 200 томатов. Все, мешаем теперь. Перемешиваем. Перемешиваем его, чтобы огурцы дали сок, томаты дали сок. Капуста так быстро не даст сок. Поэтому в случае с капустой, эта штука будет мариноваться часа два-два с половиной. В идеале, если вы на ночь оставите, будет вообще бомба. Такой большой объем сразу за ночь, вернее за ночь, говорю, сразу за обедом вы не съедите. Поэтому каждый раз у вас будет уменьшаться объем, и он у вас будет больше просаливаться, больше вкуса, больше... Он каждый раз будет другой. Видите, я огромный себе сделал, потому что я точно уверен, что я буду два-три дня его есть, не переставая. Я обожаю такие вещи. Друзья, никакой перчинки, ни в коем случае. Вот эта такая свежесть весенняя, хрусткость, яркий аромат огурца, и вот этих овощей, трав, укропа и чеснока, чили здесь не нужен. Все, я это убираю в холодильник на пару часов. Через пару часов пробую. Мало соли добавляю еще. Много соли, добавляю чуть-чуть водички. И оставляю. Ну, в общем, до того состояния. Только пробовать. Вот я уверен, что вы сейчас пробовать начнете через два часа, и можете напробоваться. Аккуратнее пробуйте по чуть-чуть, а то пол пакета исчезнет. Прошло несколько часов. Овощи дали прилично много воды. Ну, понятно, почему, да? Соль. Сок от огурца, сок от помидора. В общем, я несколько раз, там, буквально за три часа, ну, два, где-то три часа, я что-то особо времени не засекал. Смотрю темнее, думаю, пора, все. Теперь распаковываем. Я даже, как бы, улыбаюсь, предвкушаю, что сейчас... Потому что у меня такие ароматы по кухне разносятся. Просто слюновыделительные. Какая красота здесь. Вот они. Помидорки почти целые. Ну, краешек, понятно, поотрепался. Там уже его мутузили тут. Огурчики потемнели. Чеснок здесь. Очень красиво выглядит. Теперь надо что сделать? Найти какую-нибудь, какую-нибудь деревянную такую плошку, тарелку. Как это можно еще назвать? Посудину. И прямо руками достаете оттуда. И вот сюда выкладываете. О! А что же я не попробовал-то? Ммм! Всего достаточно. Ну, я говорю, я люблю такие вещи. Я даже соль бросаю, но в гад, все отлично получается. Выкладываем так, чтобы вот прям... Знаете, все блестело. Чтобы все хотелось попробовать. Очень красиво выглядит капусточка. Простите, я не могу удержаться. Это божественно. Божественно. Я представляю, что будет завтра. Когда ночь пройдет. Ммм! А помидорки только с краю прихватились. А помидорка свежая. Капуста просоленная. Ну, я имею в виду в меру. Да, уже почти до конца. Капуста стала очень... Как бы это правильно сказать-то. Она стала очень сочной. Прям... Ну, такая мягенькая. Ну, как бы соль ее, да, сделала более мягкой. Как вот и огурцы мягкие становятся. Но при всем при этом она... Имеет яркий хруст. И она стала по консистенции, как огурец. Ай да азар, а! Ай да красавчик! Спасибо большое! Ну, и как только у вас все просолилось, вы попробовали втихую. Все, не сожалите, когда будете пробовать, да? И у вас еще что-то осталось в пакете. Обязательно выкладывайте в тарелочку. Можете даже маленькую и говорить, типа... Соль. Овощи, воду потеряли. Все, вот столько осталось. Чуть-чуть. А этот пакетик, как бы сразу задвигайте. Куда-нибудь в дальнюю часть. Потому что, я вас уверяю, вы это съедите один. Или одна. Или вдвоем, или втроем. Но если у вас большая семья, например, трое детей и двое взрослых на пятерых, я вам даже предлагаю штук шесть огурцов и пару качанчиков капусты. Прям маринуйте, потому что это вот прям... Улетит прям за три секунды, да. Приятного аппетита, всего доброго. До свидания, друзья!